здравствуйте сегодня мы с вами поговорим о аксессуарах для рожков delonghi почему для рожков delonghi но они самые распространенные если честно именно них больше всего просили но если вы хотите узнать об аксессуарах например для гаджи и саяка поэми старый то без проблем тоже запишем похожие видео правда кроме темпера и да кроме темпера все будет пересекаться и большинство китайских рожков уем завода типа polaris eviteco имеет то те же самые корзины либо похожие корзины по диаметру что и delonghi поэтому почти все советы они к ним тоже подойдут давайте начинать и первое с чего мы начнем какой аксессуар нам нужен неважно какая у нас корзина стоит это темпер что такое темпер и для чего он вам нужен теперь вот он это устройство которое позволяет трамбовать таблетку трамбовать здесь слово грубое надеюсь вы это понимаете у нас есть соответственно рожок холдер называть как хотите но в обычном языке рожок мы сюда насыпаем молотый кофе для того чтобы у нас вода под давлением прошла нормально использовал весь кофе для приготовления нам весь молотый порошок нам нужно его заторбовать и сделать плотную таблетку иначе все просто у вас будет каша-малаша и толку не будет у вас напиток получится водянистым не будет очень мало кофейных веществ то бишь очень мало вкуса и вот для этого используем темпер соответственно после того как мы помололи кофе пересыпали и кое-что еще сделали что о чем я расскажу подробно попозже мы соответственно трамбуем для того чтобы таблетка получилась ровная нам нужно чтобы темпер был нормальный вес именно поэтому вот такие вещи которые ходят идут в комплекте нам подходит плохо их но у него вообще веса нет на чем с этого их веса и с вашими усилиями не хватит для того чтобы внутри не оставалось никаких полостей чтобы там таблетка была идеально затрамбована то есть в идеале вы должны иметь возможность перевернуть только вот например здесь плохо держится поэтому руками вот так вот перевернуть и у вас сразу не должна упасть то есть вы хорошо затрамбовали таблетку при перевороте вас рожу из рожка на упадет только если вам что-то ударить и либо хорошо стряхнете вот это чтобы понимать этим такого не добиться какой вам нужен теперь вам нужен теперь 51 диаметра для делонги иногда пытаются сувать 49 но нет 49 слишком узкий у вас будет огромное пространство между самим темперам и стенками корзины кстати чего будет большое пространство не до трамбованного кофе по бокам самой таблетки и вода польется именно по ним ну и кофе опять же будет такой безвкусный и разбавленная подкрашенная водичка вот потому что вода будет искать самые легкие пути вам нужно чтобы плотность была одинаковая по всей длине 51 тоже не идеальный в том плане что на профессиональных корзинах сейчас старается использовать пятьдесят восемь с половиной такой диаметр потому что технически нас написано 58 но по факту все равно немножечко остается по бокам на делонги таких темперов я не встречал почему потому что диаметр не используется профессионалами и китайцам а в основном это производят китайцы именно под долонги не только подолги под этот размер им проще сделать универсальный ровно 51 чтобы он точно подошел ко всем корзинам потому что разброс внутри корзин вот этих бывает она может быть 51.4 в реальности другая может быть 51.6 понимаете тут какой риск а так как это не профессионально четкого стандарта нет каждый делает как бог на душу положит ему и проще сделать вот такой вот ровно 51 чтобы он подошел для всего как это нам сказывается 51 диаметр не портит нам приготовление кофе то есть у нас вот это небольшая остающаяся по краям часть она недостаточно для того чтобы вот как раз испортить кофе но когда вы будете доставать темпер небольшое количество кофе не дотрамбована вокруг песочек такой легкий он будет обратно подать вражок вам будет казаться как будто что-то не так не обращать внимание я вначале когда начинал свой путь на ю тубе сходил с ума и пытался дотрамбовывать в результате чего был только по смешищем нет трамбой мы одним нажатием было параллельным ну корзина вот и все видов темпер существует два один момент существует ерундовые темперы которых алюминиевая ножка и какая пластиковая деревянная ручка но они нам не подходят их вес слишком маленький толку от них мало нам нужно либо нержавеющий сталь здесь в основе и тогда ручка может быть пластиковая или деревянная либо нам нужен цельнометаллический алюминиевый алюминиевый подходит только там если ручка тоже металл то есть тогда его веса будет хватать вот и все более четко соответственно ссылочки я вам приложу в описании в основном темпер лучше покупать на алиэкспрессе потому что в обычных магазинах барного оборудования 51 диаметр вы не найдете а на всех сайтах которые продают аксессуары зачастую это те же самые личные модели которые привозят и перепродают но все-таки если вам это хочется ссылочку на одном крупнейшем ресурсе в россии по запчастям аксуарам я приложу но также приложу те ссылки парочку ссылок с алиэкспресса все мои советы конечно касается только если вы хотите ну какую-то следующую ступень и качественно готовить большинстве кофеварок внутри идет кардина с улучшайзером который позволит вам использовать даже молотый кофе хотя конечно имеется молотый магазин купленных но конечно это не будет прям суперское качество и то же самое вот с этим вещами питчер если вы хотите хоть как-то сбить молоко вы можете это сделать с помощью насадки панорелло который почти везде есть в кофеварках то есть я говорю не про панорелло саму трубку а про вот этот кожух который пузырит все и можете это сделать в чашке там обычно своей керамической но если вы хотите нормально сбить то во первых насадки панорелло придется избавиться и если там есть трубка с которой резиновая металлическая под этой панорелло который маленькое отверстие вот это то что вам нужно но для этого нужно уже на специальные приборы для нормального сбивания они должны быть сделаны из тонкого металла чтобы быстро прогреваться и немножечко такой видите искаженной формы и того чтобы закручивается в воронку и чтобы у вас получались не пузыри а именно вот эта эмульсия такая консистенция которая делает вам вкусно капучино питчеров существует великое множество но для сбивания молока бытовых рожках вам подойдут два это а 350 миллилитров это общий объем естественно молока мы сюда не столько заливаем и 600 существует еще такой посерединчатый 500 миллилитров но он редко встречается в чем сложность 350 это питчер считается на одну порцию сюда мы заливаем около 170 миллилитров молока для сбивания на чашку капучино от 180 до 250 миллилитров общего объема но 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 больше 250 есть один маленький момент который вам надо учитывать он заключается в том что если вы захотите две порции что логично возьмете вот этот питчер то вы можете столкнуться двумя сложностями первая сложность заключается в том что бытовом рожке элементарно вот эти отростки которые могут быть резиновыми вот вам пожалуйста может быть металлическими может даже реально трубка стиммер как на вот это яйце 230 они довольно-таки часто бывают короткими если вы возьмете питчер двойной и нальете до 270 молока трубка может просто не доходить до до поверхности молока и вы ничего этим не сделаете первая сложность вторая сложность заключается в том что у большинства кофеварок бытовых очень слабый пар и такой питчер они будут очень долго нет не только закручивать хотя закручивают они его с трудом они будут очень долго еще его нагревать и за это время даже если у вас получается делать правильно вы можете несколько раз испортить сбивание молока потому что ну где-то 40 секунд держать на весу а там приходится держать на весу там невозможно зачастую опереть на как профессиональных машинах делать на саму вот эту насадку то есть приходится немножко руками играться вот это начинает уставать и у вас дергается рука и все до свидос и самое главное реально греет долго прям исключение например является яйца 685 где внутри термоблок там сбивать такой питчер было одно удовольствие но сбить его можно в принципе вот это 230 пожалуйста если длины хватает то можете приноровиться привыкнуть все будет норм этот сбивать гораздо легче вы даже вы посмотрите там из-за того что у него меньше объем у него и легче закручивается воронка для того чтобы у нас была ровная такая однородная масса эмульсия и и быстрее нагревается ну вот вам два сравнения например сбивание на одной и той же кофеварке вот типичная где внутри более внутри на двойном и на один аром посмотрите какая разница вот в этой сложности на двойном он прям еле-еле начинает закручивать молоко на одинарном он уже все полетел вот где можно купить купить в отличие от темперов можно не только на алиэкспрессе и интернет-магазина всяких аксессуаров и запчастей для копиларок эти питчеры можно купить практически в любом городе в точках где подают барное и ресторанное оборудование стоят они там от 500 до 800 рублей но можно заказать и на алиэкспрессе тут уже зависит от того где вам удобнее сколько вы готовы ждать третий аксессуар который нужен для именно хорошего кофе и самое главное повторяемого это весы часто вопрос можно ли обойтись без них бывает раз второй вопрос бывает а можно ли использовать кухонные весы или надо покупать специальные хоть ответим сразу на оба и отметим один момент повторюсь практически во всех кофеварках корзина идет не такая которая с намеком на профессионально до однодонная сквозная а идет к случайно его часто вы можете прочитать мнение профессионалов что вот эта корзина и так сама все портит кофе поэтому там нет смысла как-то париться нет лучайзер позволяет вам использовать даже если вы нацелены на хороший кофе более дешевые кофемолки там без тонкой настройки но разница если вы будете использовать по весам и даже с лучайзером и разница если вы используете без весов будет довольно ки сильная в первом случае без весов вы можете на глаз иногда даже подделать качественный напиток у вас постоянно будет гулять как выход то есть будет скакать масса готового напитка так и будете все равно ошибаться даже если у вас всегда вроде как один помол и один кофе повторяем и здесь практически будет отсутствовать и например вы взяли новый кофе и вы чувствуете что в нем например он горький вы хотите уменьшить а вы не на что вам упираться весы вам дадут отправную точку то есть вы сможете четко знать а я вот сейчас положил 14 грамм и вот сейчас я положил 14 грамм а вот сейчас у меня был выход 25 грамм а сейчас выход был 30 и вот 30 мне понравился больше а 30 грамм за вот это время и вы сможете постоянно повторять результат и осознанно его подбирать вот для чего нужны весы теперь что касается самих весов конечно для бытового рожка мы не смотрим в сторону там весов за 15 тысяч рублей это были такие деньги вы явно бы не скорее всего не рожок долги покупали бы вот но кухонные весы все равно не подойдут у кухонных весов точность 1-2 грамм и хотя да для улучшайзера мы не говорим о точности 0,1 грамма как на профессионально все равно где-то 3-4 10 уже сильно будут сказываться если мы говорим именно молотом кофе а напитки ну погрешность грамм уже может сказываться на эспрессо на капучино нет вот это важный момент и поэтому кухонные весы нам не подойдут существуют вот такие разные разновидности вот таких вот весов бариста недорогих на на алиэкспрессе они стоят от 900 самые простые и не очень нравится них есть косяки но можно брать их и до полутора тысяч то есть за полторы тысячи вот две модели которым я доволен с которыми сильных косяков не замечал то есть я их использую не только для бытовых рожков но и для домашнего полупрофессионального рожка однако можно сэкономить и купить например ювелирные весы да вполне возможно единственное неудобство ювелирных весов взвешивать вы кофе вам придется в корзине то есть корзину придется отдельно ну или фильтр по-другому называется вам придется его отдельно вставить на весы отдельно соответственно завешивать кофе потом ставить на холдер и у некоторых людей бывает немножечко так дергается просыпается вот это все дело ну ладно этим можно обойтись ювелирные весы стоят до 500 рублей в на алиэкспрессе и не только и они абсолютно точно классные и мы проводили тест можно обойтись ими это будет недорого и даст вам классный результат вот а если же вы планируете в будущем например попробовать себя в более других кофе например там в альтернативе воронки в приготовлении в чашке кофе то покупка таких весов закроет практически все ваши будущие потребности ювелирные там уже не подойдут но чисто для рожка ювелирные прекрасно подходит ссылочки которые я которым я сам пользовался по крайней я естественно буду оставлять в описании корзины вообще когда вы покупаете кофеварк она уже комплектована комплектом корзины их либо 2 либо 3 ну корзина вот этот фильтр сетка как хотите называть ее это обычно на две порции и на одну порцию также бывает иногда 3 это отдельно для чалдов чалдов такие кофейные пакетики в россии практически их нету хороших поэтому не будем пока не вообще упоминать вот так вот в чем здесь интересный момент большинстве бытовых рожков они идут с улучшайзером уже и если вы не готовы к рожку за восемь-десять тысяч рублей покупать кофемолку за двадцать то пользуйтесь корзинами с улучшайзером да потом в будущем когда вы подрастете в кофе если вы захотите вообще этим заниматься вам это понравится вы захотите пойти более профессиональному вкусу менее плоско то что улучшайзер бывает уплощает вкус том плане что не дает вам полный объем вкуса то есть ну как бы вам объяснить ну вот у вас есть например дескриптор частый орех вот просто орех но орех же может быть разного может быть листым он может миндаль может быть кешве это же разные вкусы и вот улучшайзер он вас останавливает где-то вот на этом понимании что это орех вот а если же соответственно вы все правильно делаете с корзиной без улучшайзера вы в теории можете попытаться все оно полностью не получится попытаться сделать пародию на настоящий эспрессо и по плотности по вкусу и попытаться раскрыть этот орех что он будет у вас например миндалем ну не очень нравится миндаль вкус но допустим я вам просто пример сейчас привожу вот если вы дошли до этого у вас была корзина с улучшайзером то можно корзину купить без улучшайзера для DeLonghi их существует два вида как ни странно и это не на одну и на две порции это другое это оригинальная корзина DeLonghi и мы сейчас покажем крупным планом разница в том что вы можете увидеть что она идет такой небольшой коническая форма под конец из-за этого у нее меньше граммовка и во вторых ну темпер там в общем начинает погулять и скажем так если вы возьмете купите корзину на аллею который идеально ровная форма то у вас вода будет проходить лучше сквозь корзину и напиток будет получаться чуть более насыщенным так что да разницы между ними к сожалению есть но это только если у вас есть замашки уже и вы готовы возиться потому что подбирать помол покупать совершенно другую кофемолку все эти требования они станут просто геморройны и если с корзиной случайно вы в теории можете обходиться без весов то с такой корзиной уже точно нет потому что у вас постоянно будет скакать результат она требует гораздо более точности и в улучшайзера если же вы наоборот купили ну например поселись на цену до 230 она стоит сейчас не сильно дешевле чем серия с улучшайзера в комплекте но возможно с будущим разница будет даже 4000 рублей или в 5 и тогда вы можете купить именно такую версию но столкнетесь с тем что здесь корзина без улучшайзера в комплекте изначально и повторюсь эти требования кофемолки геморрой и так далее и тогда для того чтобы вам не тратить кучу денег на кофемолку или на лишнюю возьму и на лишнюю возню вам придется купить корзину с улучшайзером докупить ее и они бывают двух видов бывает улучшайзер двойное дно и бывает улучшайзер соответственно с фильтром от долги элементарным может например купить на был рынке жжок долги а там бывший владелец упоролся вот по хорошему эспрессо до экспериментировал и там выкинул все эти корзины в комплекте только корзина без улучшайзера вам как бы то нафиг не надо как подбирать корзину они подходят друг другу но не совсем то есть глубина рожка это далее может там отличаться у разных моделей немного это скорее даже не глубина рожка вот именно внутренняя вот эта отделка пластиком так вот если вы берете просто старшую модель этой линейки например вы купили и цепь на бу рынке там только картин без улучшайзера значит вы смотрите а какой улучшайзер в комплекте хочу улица пойдет просто открываете картинку на сайте видите двойное дно значит вам нужно двойное дно если же мы берем вот такую модель 230 то 230 улучшайзер не в комплекте но если чуть-чуть поиском нехитрым таким мы увидим что в этой линейке следующая модель 235 идет именно с корзины уже в инструкции даже есть в корзине уже с фильтром соответственно для того что у нас точно все было как надо покупать надо не корзину двойное дно сюда а корзину с фильтром получается но диаметры там там будет 51 там и там подойдет именно вот такой вот темпер как то так большинство случаев заключение покупки вот типа 230 с корзинами вам возиться придется только в том случае если вы будете нацелиться на уже какой-то более серьезный прогресс то есть когда вы уже захотите чувствовать всю полноту вкуса скажем так а лучше это сразу не делать потому что требует и больше вложений больше умений и поверьте с утра проще приготовить будет если вы не фанат вам кофе в улучшайзере на тяп-ляп и улучшайзер сам кое-что подправит чем вот здесь вот тяп-ляп такие вот корзины не прощают следующая вещь которого нужно но это не надо ее нигде покупать как раз это зубочистка или скрепка 1 основном нужно если вы вот дошли до корзин без улучшайзера случайно не нужно для чего это нужно вот помните я говорю что темперам мы как бы запаковываем скажем так запечатывают эту таблетку но если мы изначально там криво насыпали почти всегда вы насыпите криво потому что вот представьте вы берете с кофемолки например в контейнере и пересыпаете вас к бы основная плотность пересыпают по центру и да вы потом распределительный пациент расстаньте все равно больше плотность其实 кусок получается когда пойдет вода оно больше не будет идти вокруг центра то же самое есть вы напрямую из кофемолки будете молоте то же самое у вас основном начале идет какую-то сторону либо центр либо в одну из боковин и будет там собираться кофе для того чтобы у нас вот с одного места вот это все не собиралось мы как раз берем зубочистку и вот немножко так как бы вспахиваем поле вот так вот вспахиваем потом уже снова под распределяем несколькими ударами по бокам рукой не темперам именно рукой легкими более меньше внешне было за ровно и уже запечатаем темперам вот это совет для тех кто переходит на корзину без улучшайзера в долонге потому что повторюсь с улучшайзером это нафиг не надо следующий интересный момент дело в том что первый такой вот запрос по бездонному холдеру родился от непонимания когда я обозревал ецп это была не новая кофеварка я ее купил бушный и бывший владелец вот как раз из тех кто я купил корзину без улучшайзера я хочу варить как кофейне и так получилось что он просто взял срезал дно нафиг вот так вот и получил бездонный холдер который профессионалу кофемашину продают отдельно бездонный холдер реальных сильных преимуществ по-настоящему не дает он дает больше крема вот и кофейную пенку потому что она меньше контактирует с металлом и не разрушается вы хотите там вот прям супер красивый эспресс как на картинку сделать но бездонный холдер ставите просто свой там условный лилит или долонгик без лучше который безлучайзер корзину вот и будет напиток более красивый без шуток второй момент он еще показывает кое-какие проблемы у вас как раз набировкой вот хорошо ли вы вводите зубочисткой покажет вам но сразу говорю что разница была именно в корзине безлучайзера тогда почему-то я не смог донести до людей либо они это не поняли так момент бездонный холдер многие покупают обычно ли он продается уже месяц корзина безлучайзера он прямо отдельно для долонги существует за что вам надо смотреть во первых на замки смотрите чтобы у вас там на этом бездонном холдере замки на картинке не только диаметр и надпись для долонги но чтобы еще замки совпадали замки бывают тройные когда у нас сверху и пока ну таким треугольником три замка а бывают вот такие два замка параллельно ну я думаю не надо объяснять что друг друг они не подойдут да вот соответственно обращайте на это внимание не ко всем модели может подойти бездонный холдер и второй момент который вам надо учитывать бездонный холдер работает только с корзиной безлучайзера потому что у корзина случайно создает дополнительное давление и у вас просто будет все брызгать на выходе когда вас такой холдер у вас она брызгает в этот пластик и потом аккуратно стекает чашечку уже по диспенсеру когда этого нет и у вас стоит бездонный холдер у вас все будет в кофе ну это вот такой вот маленький момент ну принципе давайте на этом наверное заканчивать касательно других рожков вот пример гаджи вива гаджи грам мои любимые там разница небольшая к ним не существует бездонных холдеров но я не нашел может они существуют но я не нашел пока если что придется и там улучшайзер находится в самом рожке поэтому если что придется долбить рожок разбирать существует лайфхаки как-то сделать но смотрите нужно вам или нет а все остальное питчеры там steamer вот это все весы тоже самое относится гаджи вива гаджи грамм единственное исключение темпер вам нужен не 51 а 53 и в теории как раз на 53 диаметра вы сможете найти где-то 53 с копейками 53-35 вот так чтобы бака мне оставалось потому что 53 диаметра все еще используется профессиональных кофе-машинах например у ля специале самарка мои любимые поэтому там в теории если прям очень хочет заморочиться можно поискать вот не ровно 53 53 с копейками чтобы пока мне осталось вся разница вот почему назвал для крошков долонги потому что они популярны и можно хайпануть сильнее говорю честно пейте вкусный кофе покупаете хороший кофе-машины пишите комментарии на какую тему хотите ролики и да если вы досмотрели до этого те самые люди которые кричат сделай эспрессо под гаджи виву гаджи грамм рецепт я вас услышал всем пока и